Рекорды страны Влад Кутузов Доброе утро, друзья В этом часе расскажем о самых свежих, самых интересных, крутых, каких-то прикольных рекордах Которые установили на днях в нашей стране И не просто расскажем, между прочим, все это можно будет и нужно будет увидеть, друзья Поэтому не просто слушайте, а включайте свои экраны на гаджетах, на телевизоре, где только можно Я дополню, в рубрике рекорды страны вас ждут самые крутые рекорды Как мы уже сказали, прошлых лет, анонс предстоящих рекордов России И будет викторина Между прочим, самые смышленые и ловкие получат фирменную кепку от телерадиоканала Страна.ФМ Так что есть за что побороться Все так и будет абсолютно Лиза, скажи мне, ты ставила в своей жизни хоть один какой-нибудь рекорд вообще? Был у тебя такой опыт? Ну, я не знаю, спортивный только Спортивный какой? Ну, расскажи тебе В третьем классе, когда мне было 9 лет, я прыгнула с места 2 метра 24 сантиметра, больше всех в городе Возможно, Лиза, о тебе мы расскажем, но уже когда-нибудь в следующей программе Вот, снимем видео специально и покажем все здесь на стране Что сейчас все круче, да? Друзья, ну а у вас есть удивительная возможность, если вы захотите установить собственный рекорд Да, у нас все талантливые люди Прославиться на всю страну, друзья, заходите на сайт книгарекордовроссии.ру Там есть специальный раздел, называется он «Установить рекорд», необходимо заполнить заявочку и дождаться ответа Обязательные условия регистрации, да? Да, но могут участвовать только граждане Российской Федерации Да, это очень важный момент, не забывайте об этом Так что, может быть, в ближайших выпусках Мы увидим вас! Конечно Тебя, меня, и тебя, и тебя, и тебя И всех радиослушателей, и всех телезрителей страны ФМ, друзья Ну что, начнем совсем скоро, рекордов у нас есть, мы их покажем обязательно Пока, Валерия, сердце болит, видимо, у девушки Нормально, все спокойно, все хорошо Друзья, телерадиоканал «Страна ФМ» продолжает свою работу, и я напоминаю, что мы совместно с Книгой рекордов России Готовы вам представить на ваш суд проект «Рекорды страны», во когда мы с Владом уже готовы Самые-самые-самые крутые, самые-самые интересные, самые-самые яркие рекорды Да Да, ну и начнем, пожалуй, с первого рекорда, о котором мы вам хотели сегодня рассказать Не только рассказать, но и показать все это, совсем скоро увидим Итак, на днях, 20 июля, то есть буквально 4 дня назад, Андрей Лобков из столицы, из города Москвы установил следующий рекорд Максимальное количество контактных пробивных ударов за одну минуту Мне страшно это смотреть Рекордсмен, то есть Андрей Лобков, совершил 353 удара за 60 секунд Ну что, посмотрим? Ну, конечно, прямо сейчас давайте посмотрим, как это было Ох Рекорды страны На телерадиоканале «Страна ФМ» Ну, вот, собственно, и Андрей, да-да-да Ну, кстати говоря, надо сказать, что 20 июля, 20 июля, именно в этот день отмечался день памяти Брюса Ли Великого мастера боевых искусств И Андрей Лобков посвятил свой рекорд именно ему Кстати, вот на кадрах видно, что граффити, да, Брюс Ли как раз Да-да-да А бьет он с сумасшедшей скоростью реально с какой-то Лиза, ты бы так не смогла Рекорды страны На телерадиоканале «Страна ФМ» Ну, в общем, вот Андрей Лобков совершил 353 удара за 60 секунд И, кстати, друзья... Ну, конечно, они ускорили так еще видео Но понятно, да, понятно Попробуй за 60 секунд 353 удара Нет Дай бог, что 50 получился Еще с фотографией Брюса Ли, это что? Друзья, у вас есть уникальный шанс побить рекорд Андрея Лобкова Для этого вам необходимо совершить всего на один удар больше То есть у него было 354 удара по лапе Ну, вот эта лапа, которую бьют, да? За одну минуту, то есть на один удар больше, чем сделал рекордсмен Андрей В общем, вот... То есть если человек уже на один удар сделает больше, он попадает в рекорды страны Да, и как раз, возможно, о вас, если вы это сделаете, сделаете 354 удара Возможно, о вас мы расскажем в самом ближайшем времени Особенно, если вы девушка Представляешь, побить рекорд? Мне кажется, будет двойной рекорд какой-то Это вообще просто 354 удара В общем, попробуйте, друзья Ну что, совсем скоро мы вам расскажем еще об одном И, кстати, не последнем на сегодня замечательном рекорде Прямо сейчас у нас впереди музыка Давайте послушаем О, сплин Сплин, горячой, тобой любимый Англо-русский словарь Друзья, не забывайте, книгарекордовроссии.ру Вы можете уже регистрироваться, устанавливать свои рекорды Там все очень просто, заходите, пожалуйста Итак, мы продолжаем телерадиоканал «Страна ФМ» и «Книга рекордов России» Представляет совместный проект «Рекорды страны» И мы вновь готовы предоставить информацию о следующих нереальных людях Да, но это на самом деле правда, что люди нереальные Не каждому под силу сделать такое Итак, друзья, очередной рекорд, о котором прямо сейчас мы вам расскажем 27 мая этого года в Ярославе Ставился самый массовый пленэр в России Ну, это когда люди рисуют при естественном свете Да, кто не знает На улице Ну, на улице, проще говоря, да Рекорд был посвящен Дня города Ярославлю В самом массовом пленэре нашей страны Приняло участие, внимание, 1626 человек Это же не только художники, я так понимаю, правда же? А вот мы сейчас посмотрим и все узнаем, друзья Кстати, давайте посмотрим, как все это происходило Рекорды страны На телерадиоканале «Страна ФМ» Ну, вот, собственно, мы видим, как все это происходило А, ну, вот видишь, ребятки, детки Огромное количество детей там было, между прочим Понятно, почему так много Но это хорошо, это прекрасно все-таки Итак, друзья, мероприятие прошло Да, смотри, вся площадь В одном из самых живописных мест Ярославля Нижнем портере парка на Стрелке Который сположен на мысе при впадении реки Которосль Рекорды страны На телерадиоканале «Страна ФМ» Ну, реально, огромное количество людей Кстати, вот что нужно было Лист бумаги, карандаш, ластик, другие материалы Акварель, гуашь, восковые карандаши, фломастеры, гелевые ручки Ну, всем чему угодно Любой желающий мог принять участие Видишь, набрали тысячу, сколько там еще раз? 1626 человек 1626 человек Представляешь, пришли какие хорошие жители и граждане И детюшки Да, города Ну и, кстати, друзья, в этом случае у вас тоже есть Возможность побить и этот рекорд Для того, чтобы его побить, необходимо, чтобы в пленэре На одного человека больше, да? Конечно, вам необходимо собрать 1627 уже человек А не 26, как было Мне кажется, непростая задача какая-то На день города только, если Ну, в этом есть смысл, во всяком случае Вы будете, во-первых, рекордсменом Во-вторых, мы о вас, возможно, и расскажем Расскажем Совсем скоро, может быть, уже в следующий понедельник А может быть, через пару недель С удовольствием Дерзайте, друзья Что ж, совсем скоро мы расскажем еще об одном удивительном и уникальном рекорде Ну, а прямо сейчас на песню прервемся Да, про море, кстати Да, про море Да, пойдем Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ А посему еще раз доброе утро Всем, кто смотрит и слушает прямо сейчас Телерадиоканал Страна.ФМ И у нас, друзья, рубрика Замечательная рекорды страны Прямо сейчас расскажем еще об одном удивительном рекорде Причем удивительный с большой буквы Правильное слово, удивительный 12 июня этого года Мария Денисовна Колтакова Ветеран Великой Отечественной войны В свои, внимание, 95 лет Совершила полет на дельталете Таким образом, Мария Денисовна Установила потрясающий рекорд нашей страны Полет на дельталете в наиболее пожилом возрасте Такое мероприятие проходило в Белгородской области И наша участница великолепная и раньше летала на дельталете Но на такую высоту поднялась впервые Всего около 5 минут Мария Денисовна провела в небе На высоте 300 метров И напомним, что рекордсменке-то 95 лет Слушайте, ну если учитывать 95 лет Этой замечательной бабули То 5 минут это не всего А это, мне кажется, вечность практически Ну что, самое время посмотреть, как все это было Давайте, с удовольствием Давайте посмотрим, друзья Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Ну вот, собственно, и Мария Денисовна сейчас должна Вот она Слушай, все по-серьезному вообще Экипировка, шлем, там все дела Во-первых, я понимаю, что такое дельталет Я сначала даже не совсем поняла Ну это как дельтаплан, только вот он с моторчиком Видишь? Итак, она поднялась, напомним, на высоту 300 метров Ну это достаточно много вообще Это достаточно много для того, чтобы испугаться Но не Мария Денисовна Она как-то... у нее прям оптимизм на лице Это было... Летят, летят Это приземлилось, все хорошо Рекорды страны На телерадиоканале Страна.ФМ Ну вот такая замечательная бабушка Что это уже не первый рекорд Марии Колтаковой Дело в том, что в свои 93 года Она совершила прыжок с парашютом В тандеме с инструктором С высоты 3000 метров 3000 метров Можете себе представить? Потом, я знаю, она сделала селфи Вот! Это селфи в самом пожилом В наиболее пожилом возрасте было Когда ей было 93 года и 8 месяцев Это еще не все, по-моему, да? Не все В 94 года она совершила... Она каждый год, видишь, вот так Что-то интересное делает Молодец вообще Совершила полет на воздушном шаре На высоте более 600 метров И в начале 17-го года в свои 95 Как ее называют, железная бабушка Коню Великой Победы Совершила погружение под воду с аквалангом На глубину 2 метра Слушай, ну реально фантастическая вещь Слушай, она экстремал Фантастическая бабушка просто Экстремал Человек обожает этот адреналин Сила воли нереальная просто Да тут даже, мне кажется, у нее нет силы воли Она получает от этого какой-то кайф Заряд положительный Слушай, ну что говорить, ну молодой человек, да? Абсолютно Девушка Девушка Не каждый Друзья, ну у вас есть возможность побить этот рекорд Полет на дельталете, да, в наиболее пожилом возрасте Нужно совершить этот экстремальный поступок В возрасте 96 лет Лиз, нам с тобой долго ждать Ну, может, попробуем Можно хотя бы попробовать Должно так же к жизни относиться позитивно Ну, в общем, друзья, вот такой волшебный рекорд Впереди у нас еще много рекордов И мы о них вам обязательно расскажем Точно Мы уже согрели счастье И продолжаем нашу рубрику рекорды страны И сейчас есть у вас уникальная возможность, дорогие наши Выиграть классную кепку С логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ» Да, абсолютно верно Конечно, вопрос будет касаться рекордов нашей страны Да Потому что у нас рекорды страны на стране «ФМ» прямо сейчас и так Внимание, вопрос следующий Слушайте внимательно 13 июля в Москве был установлен следующий рекорд Логотип компании выстроенный из наибольшего количества сотрудников Сотрудники МГТС в честь юбилея компании выстроились в форму ее логотипа Одновременно сделали селфи, чтобы продемонстрировать свою сплоченность и единство Да Внимание, вопрос Да, внимание, собственно, сам вопрос Сколько человек приняло участие в этом удивительном флешмобе? И, как всегда, даем вам три варианта ответа Вариант номер один – 200 человек Вариант номер два – 758 И вариант номер три – 930 человек участвовал в этом таком необычном флешмобе Смотрите, наш телефон – 909-928-1-89-9 Тот человек, который правильно ответит, но будет пятым Тот и получит кепочку Да, еще раз, друзья, вот о флешмобе вам рассказали Сколько человек приняло участие в нем? 200-758 или 930 человек Еще раз напомним Плюс 7, 909-928-1-89-9 Пятым, кто пришлет правильное сообщение Будет победителем, обладателем нашей замечательной кепочки Да, ждем Ну, а пока еще о нескольких рекордах мы вам расскажем В 2011 году в Омске были созданы самые маленькие игральные карты в мире вообще То есть это не рекорд страны Ну, рекорд страны и мировой рекорд, между прочим Размер карт 6,3 мм на 8,8 Сыскки маленькие Манюсенькие вообще, 55 штук Рекорд установили Анатолий Коненко и Станислав Коненко К слову, сейчас Станислав является вдохновительным и главным редактором Книги рекордов России Да, вот такой вот удивительный рекорд был Так, еще один рекорд Хотите знать, кто является самой молодой школьницей в нашей стране? Так вот, я уже готова рассказать Алина Беляева, зовут ее Она из города Новокуйбышевск, из Самарской области Девочка поступила в школу в 4 года 4 года 9 месяцев ей было Ну, это более чем круто Малышка, в дырке Ну, а мы, друзья, еще не уходим, потому что у нас много важных дел В частности, мы должны назвать победителей сегодняшней викторины Мы это сделаем совсем скоро Ну, а пока еще один рекорд нашей страны Ну, сейчас лето продолжает В самом разгаре, собственно, в самом разгаре сезона шашлыков Ну-ка Это очень важный, интересный момент И вот рекорд в тему как раз Итак, 5 октября 2013 года в Казани был приготовлен самый длинный шашлык в нашей стране Ух ты Лиза, как ты думаешь, сколько длина составляла шашлыка? Не знаю, 50 180 А, ничего себе 180 метров шашлык Сколько, неделю есть надо? Это прям, там, по-моему, куриц, если куриный шашлык, целиком посажали Я тебе скажу, на приготовление супер шашлыка ушло 200 килограммов мяса и 50 килограммов угля 50? 500 Это целое такое предприятие практически Абсолютно точно Целый комплекс по заготовке шашлыка Рыжок огромный Да-да-да Ну что, время назвать победителя Я готова К сожалению, молодой человек не представился Но судя по фотографии в Ватсапе, я понимаю, что это молодой человек Поэтому называю его номер, а точнее последние 4 цифры Да, весь ты не надо, чтобы не беспокоили, не знаешь, что лишние люди Итак, 99-21 Именно такие 4 цифры последние И я озвучу правильный ответ 758 сотрудников. Да, абсолютно верно. Именно 758 сотрудников МГТС выстроили в свое время в форме логотипа компании. И тем самым установили рекорд нашей страны. Логотип компании выстроен из наибольшего числа сотрудников. Так он официально называется. Вас поздравляем. Мы поздравляем вас от души. Вам достается кепка с логотипом телерадиоканала страны ФМ. О, написал Антон. Антон, вы победитель. Антон, поздравляем. Вы пятый по счету. И правда, 758 сотрудников. Вы молодец. Да, друзья, ну и нам осталось напомнить, что вы тоже можете установить свой собственный рекорд. И вас прославится на всю страну. А также мы о вас тоже можем рассказать в ближайшем времени. Закходите на сайт книгарекордовроссии.ру в разделе «Установите рекорд». Заполните заявочку, дождитесь ответа. И важный момент, у вас должно быть наличие российского гражданства. Это очень важно. Все, это были рекорды страны. Следующий уже в следующий понедельник. Лиза Калинина была с вами. Влад Кутузов, друзья, до завтра. Танцуем самбо. Леонид Агутин уже в эфире. Будьте со страной ФМ. Целуем.